В нашей стране созданы максимальные условия для занятия любого вида спорта. И даже в условиях пандемии мы все видим, что центры наши физкультурно-оздоровительные продолжали работать, и у людей была возможность заботиться о своем здоровье. И, знаете, очень не обидно сейчас слышать высказывания не совсем лестно некоторых наших спортсменов и то, что происходит вокруг нашего национального олимпийского комитета. Как вы, Александр Григорьевич, относитесь к этой ситуации, сложившейся? Спасибо. Вообще, надо нам обратиться в суд, и пусть они, этот БАХ и прочая там банда в МОКе, пусть они докажут, в чем моя вина, что я страну свою защищаю. Слушайте, ну так вы меня поддерживаете в этой политике, в подавляющем большинстве. Я защищаю свою страну, я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях, да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. Ну зачем же вы так поступаете? И потом, а вы что, собрали Международный Олимпийский комитет, все страны там участвуют, сотни с лишним, обсудили эту тему. Из-за этого ковида боятся из норы высунуть нос. Ну ладно, я переживу, это не первое. Но детей вы зачем трогаете? Против России, вы помните, когда-то они всем фронтом пошли, американцы крикнули «фас», и они поперли. Ну посмотрим, поддержит ли нас Россия. Хотя, конечно, ну какие они тут санкции ввели против нас? Ну вот Лукашенко не будем приглашать на мероприятие с Моковске. Я 25 лет к вам не ездила и выдержу, не поеду. Меня больше всего тут задело дети. Ну абсолютно безосновательно. Такой справедливый у нас мир. Запомните, нет справедливости в мире. И если ты справедливо какую-то политику выстраиваешь, ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом.